Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сейчас я вам покажу немного, что у нас тут происходило сегодня на Байтурсынова. Холодно, очень холодно. Транспортный коллапс у нас сегодня здесь был. Оставайтесь с нами, я вам коротенько покажу, что я видела по дороге домой. Смотрите, вот это, что за компания там идет. Вот она. Алматы, вечер. Байтурсынова, Шевченко, светофор не работает, света нет. По левую сторону, по правую есть, по левую нет. Ну и естественно, смотрите, какая пробка. Растирается она, не знаю докуда. Вот видите, в магазинах темень. Я вообще закрылась, домой пошла. Похолодало. Видимо, синоптики не наврали. Наверное, все-таки пойдет снег. Пробки конкретные. Сейчас мы посмотрим, что на Байтурсынова. Товарищи, смотрите. Вот ниже Шевченко светофор один работает, но туда пошла огромная пробка. Вверх. Не работает светофор на Курмангазы, не работает светофор на Абая. Я так понимаю. Огромные пробки. Товарищи, объезжайте. Как хотите. Иначе вы здесь застрянете надолго. Вот так, короче. Очень опасно. Переходить я боюсь. Потому что нервные люди, которые сильно торопятся, могут задавить. Так, свет загорелся. Ура! Ну, я думаю, вот эта скопившаяся пробка теперь рассосется еще не скоро. Даже при рабочих светофорах. Там пробка, и скорая проехать не может. По встречке скорая прорвалась. Дай бог, чтобы довезли человека живым, мы успели спасти. А вот то, о чем я говорила, я дошла до Абая, а по Байтурсынову пробку все не кончается. Я вижу, что ниже Шевченко до сих пор там еще скопление машин. Ну, Абая в это время всегда, в принципе, забита. Вот так, люди и на красный, и на какой хочешь свет бегут. В эту сторону Абая тоже стоит. И в ту стоит. У нас, короче, становится невозможным просто ездить в час пик по городу. Надо всем пересаживаться на автобусы, чтобы кругом были выделены полосы для общественного транспорта. Знаете, вот что хотела сказать по поводу отключений света. Это настолько стало уже регулярно. Пар идет изо рта. Капец, как похолодало. Ох, еще ветер дует холодный. Отключают-включают, отключают-включают. Я все время так боюсь за холодильник. Они как выключат-включат, и потом он щелкает какое-то время. А ведь техника сейчас очень дорогая. А люди богаче жить не стали. В общем, короче, какой-то беспредел. Бедолаги там на Байтурсыново все еще стоят в пробке. И скорая вижу мигает. Ой, побежала я домой. Как холодно, товарищи. Ой, будет снег. Что подало будет снег? О, салам, пацаны. Смотрите, вот это... Что за компания там идет? Вот она. Куда? Идем мы с пяточком. С собакой. Интересно. Надеюсь, ни с чем нехорошим не связано отключение света и так далее. Ладно, не буду я следить за ними, куда они пошли. Холод гонит меня домой. Вон там к светофору приближается машина. Смотрите. Вам, наверное, не будет видно, которая тоже военных возит. Что-то, короче, странно. Ну, хочется думать о том, что это компания интересная. Просто вышли собаку прогулять. А пробки нет конца. И края. И, богу, сейчас, по-моему, у нас в Умыты гораздо проще передвигаться пешком. Но это, конечно, в том случае, если тебе идти несколько кварталов. А когда человек уехать в другой конец города, это совсем не смешно. Надо, короче, либо позже выходить с работы, либо раньше. Но все это, конечно, демагогия очень стала сложной. Дороги у нас узкие. Город не был предназначен на такое количество машин и жителей. Недавно перепись населения это показала. Естественно, что не в полной мере. У нас очень много людей сейчас в Умыты проживают. Естественно, что двигаться надо передвигаться. Свернулись студенты. В общем, Москва не резиновая, говорят. Теперь это выражение, походу, к нашему городу применимо. Но пока Алматы, Алмата наша, на самом деле, резиновая. Вот такой ветер. Смотрите, как, что это, туи колышет. Товарищи, всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока. О, кошачков, смотрите, ужин, походу. Какие хочешь. И черненькие, и беленькие, и полосатенькие. Кисики. Сколько у вас тут куча целая. А то у них ужин, короче. А тут ходит женщина, а она кормит их. Мир не без добрых людей. Продолжение следует... Продолжение следует...